Мусор как стихия. На борьбу с неубранными отходами брошены коммунальщики и волонтёры. С водой шутки плохи. Сразу два чиновника, ответственных за воду, задержаны в Дагестане. Фестиваль к юбилею республики. В полноспортивном клубе «Ватан» прошёл праздник, посвящённый истории и культуре родного края. Правоохранительные органы задержали в зал Кипа Курбанова директора Минмилио Ватхоз. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Курбанов незаконно заключил с подчинёнными договоры о передаче им в служебных квартир, находящихся в федеральной собственности. В результате этих противоправных действий был причинён ущерб на сумму около 30 миллионов рублей. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Исполняющий обязанности директора Буйнакск Водоканал Абдул-Вагаб Шарипов заключён под стражу. По данным следствия, по вине Шарипова организация не оказывала качественные услуги по снабжению жителей питьевой водой. Напомним, что ранее из-за загрязнённой воды отравилось более 300 жителей Буйнакска. Чиновнику предъявлено обвинение по 238-й статье для выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. В Махачкале добровольцы помогают вывозить мусор. Ранее из-за непринятия нового тарифа на вывоз отходов управляющая компания «Лидер» отказалась выполнять свои обязательства. И пока Минприроды Дагестана определяет нового регионального оператора, за чистоту на улицах столицы отвечают муниципальные коммунальщики и волонтёры. О их нелёгком труде в нашем следующем сюжете. Вооружившись перчатками и лопатами, волонтёры сразу берутся за дело. Они здесь с раннего утра. Среди добровольцев – тренеры, ученики спортивных школ, представители и руководители молодёжных организаций. В день они убирают около 10 таких мусорных гор. В субботниках участвовали всегда. А сейчас в такой ситуации, что уже несколько дней в городе техника не работает. Мы решили поддержать эту акцию и поучаствовать по уборке мусора. В день в разных местах, в разных участках работают наши ребята. У нас где-то около 17 школ в комитете. И у каждого свои точки есть. Технику волонтёрам предоставляют коммунальные службы. Кроме того, на помощь отозвались и некоторые предприниматели. Техника есть, но рук не хватает. Из-за того, что эти машины не предназначены для выгрузки мусора из контейнеров, и появляется необходимость в волонтёрах. Вернули бак, очистили от мусора. Так как невозможно, они могут справиться с ней. Вот у МБУ «Махачкала-1» они специально переворачивают баки и оставляют. А у людей возникает вопрос, почему они это делают. Специально переворачивают и оставляют баки, чтобы было легче приехать и забрать на тракторе. Так как вот сейчас проблема была, мы её перевернули сами, собственно, ручно, да, и вынимали оттуда мусор. Конечно, силами одних добровольцев и коммунальщиков мусорную проблему повсеместно не решить. Но пока новый региональный оператор не определён, подобные действия неравнодушных граждан помогают не довести ситуацию до критической точки. Ситуация, надо отметить, крайне непростая, очень сложная. Но очень важно, что вся спортивная общественность, все директора спортивных организаций, спортивных школ, без исключения, подключились к уборке мусора. И важно, что это не разовая акция, а каждый день в ежедневном режиме наши ребята выходят, убирают мусор. Когда же будет определён новый региональный оператор по вывозу мусора? Пока точного ответа на этот вопрос не дают ответственные структуры. Минприрода и Дагестана отмечают на сайте, что держат ситуацию на контроле, и процедура выбора нового регионального оператора будет начата в текущем году. По тематам Анапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Около 140 ложных вызовов поступило с начала года на телефон службы 112. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России. Чаще всего авторами ложных вызовов становятся дети. За такое хулиганство родители, дети которых шутят со службой 112, могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Праздничные мероприятия к столетию со дня провозглашения ДССР продолжаются. Фестиваль культуры и традиций народов Дагестана прошёл сегодня в Махачкале на территории конно-спортивного клуба «Ватан». Подробнее расскажет Карим Данеев. Танцы, песни, народная музыка и традиционное прикладное искусство. Здесь, на территории конного клуба «Ватан» проходит фестиваль культуры и традиций народов Дагестана. Масштабный фестиваль приурочен к столетию со дня провозглашения ДССР. Его задача – привить молодёжи любовь к родному краю, сохранить и передать будущим поколениям историческое и культурное наследие нашего народа. У нас на фестивале представлены четыре ремесла – гончарное искусство, художественная обработка дерева, унцикульская насечка по металлу и ювелирное дело. Представлены мастера, они показывают мастер-классы. Кто хочет, любой человек может подойти, потренироваться, посмотреть на изделия, которые принесли наши мастера, приготовленные своими руками. На этом фестивале гости получают мастер-класс по традиционному ремеслу, пробуют национальные блюда и узнают больше о своей истории. Активное участие в мероприятии принимали и дети. Играли на музыкальных инструментах, показывали свои умения в кулинарии, читали стихи на русском и национальных языках. И вдруг услышала, как в недалеке два человека шли и говорили на мне родном, о варском языке. Если честно, я даже представить не могла, что он будет настолько хорошим и прекрасным. А что хорошего именно тебе понравилось? Это место, этот уголок, эта обстановка. Все почувствовала, что это и прямо моя родина. Отметим, что организаторами мероприятия выступили школа-интернат для детей-сирот, гуманитарно-педагогический колледж и конно-спортивный комплекс «Ватан». В этот юбилейный для Дагестана год они планируют еще не раз порадовать земляков праздничными мероприятиями. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, смотрите новости, не переключайтесь. Всего доброго. Продолжение следует...